1182 кубометра мусора собрали сыктывкарцы во время общегородского субботника. Традиционный весенний праздник труда поддержал Вячеслав Гайзер. В этом году десант регионального правительства под руководством главы высадился на пустыре у столичного телецентра. Привычное место уборки улица Гаражная еще не оттаяло от снега. На новом участке чиновники управились довольно быстро, всего за час. Впрочем, подробности в репортажах Евгения Ракина. Полсотни человек с грабленными мешками буквально оккупировали небольшой пустырь рядом со столичным телецентром. Темп уборки задал Вячеслав Гайзер. В красной бейсболке, в джинсах и кроссовках, словно подчеркивая неофициальный формат субботника. Со слов чистота и порядок вокруг зависит только от нас самих, губернатор еще раз напомнил, что нынешний субботник – предвестник первомайской маевки. Инициативу подхватили уже многие города, в том числе и в соседних регионах. А это значит, что идея созрела, что люди все-таки хотят сегодня, уже пусть даже в новых условиях, но тем не менее, участвовать в том, чтобы жизнь вокруг была красивой и чище. Поэтому я призываю всех прийти на маевку, 1 мая выйти. Не обязательно в Кировский парк, у себя во двор. В конце концов, это же надо нам самим. Для заместителя главы КОМИ Тамары Николаевой субботник – это время, которое можно провести не только с пользой, но и с удовольствием. Привести в порядок территорию и заодно поддержать, так сказать, корпоративный дух. Я с удовольствием сегодня здесь, с коллегами. Это сплачивает коллектив, это, в общем-то, дает нам всем такой позитивный настрой. И каждый из нас, наверное, должен, в принципе, быть заинтересован в том, чтобы наш город, где мы живем, был всегда чистым, уютным и комфортным. Другой вице-губернатор Александр Буров немного запоздал на уборку. И чуть было не остался без инвентаря. Впрочем, все обошлось. И ради такого дела перчатки для заместителя главы довольно скоро разыскали. У нас-то два участка. Я сначала приехал на наш второй участок, возле храма. Но вот, к сожалению, пришлось перебраться сюда. Там никого не оказалось? Наших нет. Поэтому я думаю, что мы сейчас тут уберем, все-таки поедем туда. Правильнее перед Пасхой навести там порядок. Продолжился субботник около церкви на Покровском бульваре. В это время на еще одной бесхозной территории орбиты трудилась гвардия столичного мэра. Чуть меньшим составом, чем старшие коллеги, всего человек 30, но не менее рьяно. Как выяснилось позже, просто городские чиновники разделились на несколько групп. И охватили в этот день аж 23 участка. Несмотря на это, мэр столицы был явно чем-то обеспокоен. И признался, нынешняя весна для Сыктывкара выдалась какая-то уж очень тревожная и хлопотная. Настроение такое немножко тревожное, потому что у нас сейчас проблемы с переправами в Заречные поселки. И в Заречье, но тут теплоход ходит, лед еще пойдет. В Ситкыркиш, там вообще воздушные подушки работают, обеспечиваем людей. И поэтому, так сказать, вот руку на пульсе приходится держать с точки зрения и обеспечения там людей, и не дай бог какой-нибудь нештатной ситуации, потому что прибыть туда каким-то силам дополнительным возможности не будет. Поэтому, так сказать, есть такое напряжение весеннее у нас, как всегда. Этот пустырь столичные чиновники приводят в порядок второй год подряд. Говорят, мусора меньше, но по-прежнему много стеклянных и пластиковых бутылок. На одну из полян попалась даже мебель. Сыктывкарцы тоже не обошли вниманием призыв к чистоте. У нас уже с той стороны выбираются. У нас кто-то люди подъезды моют, кто-то красит, кто-то окна моет в коридорах. В общих я имею в виду. Поэтому все работаем. По оценке мэрии, на уборку улиц вышло около 20 тысяч горожан. Как итог, за один уборочный день из города вывезено 214 машин, накопившегося за зиму хлама. Евгений Рахин, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.